Уважаемый президент, уважаемые коллеги, Республиканский онкодиспансер Уфа Башкирия. Популяционный раковый регистр автоматизированный у нас действует с 1992 года. Сначала у нас была белорусская программа, в 2012 году мы перешли на программный продукт Института онкологии, который представлен на слайде. Ну, как бы главный исследователь, была просьба заявить, это главный онколог нашей республики, главный врач диспансера Султанов Руслан Закирович. Наша республика граничит с Пермским краем, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областями, Республика Татарстан и Удмуртия. Площадь региона 143 тысячи квадратных километров. На территории нашего региона располагается 54 муниципальных района, в них более 800 сельских поселений, 21 город. На территории нашей республики проживает население 4 миллиона 72 тысячи, население 160 национальностей, в структуре населения у нас, в общем-то, женщин больше 53%, городское население составляет 62%, больше половины – это жители трудоспособного возраста. На территории республики, как я уже сказала, республиканский онкодиспансер, и уже здесь выделены 5 межрайонных онкологических отделений, 94 первичных онкологических кабинета. База данных популяционного ракового регистра пополняется из информации, из первичных медицинских документов, которые поступают со всех лечебных учреждений нашей республики. Они стандартные, утвержденные 135 приказом. И, кроме этого, ежемесячно мы получаем информацию отчетную от онкологов всех первичных онкокабинетов и межмуниципальных онкологических центров, которые были организованы у нас в 2010 году для оказания консультативной, диагностической и лечебной помощи. Кроме этого, информацию мы до июля этого года получали из регистра смертности, который ввелся в МИАЦ нашей республики. Но с июля этого года у нас, с прошлого года, введена региональная медицинская информационная система. И свидетельства о смерти сейчас выписываются через эту систему. И буквально перед отъездом был сформирован вариант отчета, то, что мы будем информацию по смертности получать уже из этой информационной системы. Проблема доступа к ЗАГСам, она тоже буквально перед отъездом была как бы решена. Но, опять же, информацию мы сможем получать по свидетельствам о смерти. Это ручная выборка, как бы доступа к программам у нас нет. Структура заболеваемости с 2012 года у нас произошли небольшие изменения. На первое место вышла заболеваемость раком молочной железы, опередив рак легкого. Далее следует заболеваемость раком кожи, злокачественного образования толстого кишечника. И последние два года на четвертое место у нас вышла заболеваемость раком предстательной железы. В структуре смертности каких-либо изменений не происходит в течение многих лет. Она у нас стабильна. Основными причинами смерти является злокачественное новообразование легких, желудка, молочной железы, толстого кишечника. Проблемы, они, в общем-то, созвучны с предыдущими докладчиками. Основная проблема в нашем регионе, в первую очередь, это кадровый вопрос. Не хватает кадров. На сегодняшний день в популяционном раковом регистре работает два медицинских статистика и один регистратор. Врачебного состава нет. Мне самой приходится в силу, в общем-то, свободного времени, так как являюсь заместителем главного врача по оркоработе, по возможности заниматься. И вообще в оркоделе один врач-статистик. Не идут люди работать к нам. В первую очередь, я не знаю, как в других регионах, материально заинтересованность. Самая низкая заработная плата у работников организационно-методических отделов медицинских статистиков. И в последние годы, я не знаю, как у вас, по положению, как нам сказали экономисты, например, тарифные статки медицинских статистиков, имеющих среднее медицинское образование, уравнялись медицинскими регистраторами, не имеющих вообще никакого образования. Люди не идут работать. Следующая проблема – это, как уже Вахтанг Михайлович говорил, доступ к базе данных умерших. Потому что данные с Госкомстатом и то, что мы получаем в популяционный раковый регистр, к сожалению, не успеваем, не совпадают. Хотелось бы работать, большое желание, в системе онлайн-режима, чтобы все вовремя к нам поступало. И еще одна проблема – это в последнее время очень большой объем информации. Помимо того, что мы занимаемся популяционным раковым регистром, очень много отчетной информации. Это уже наши местные структуры, неутвержденные, дополнительные. Ну, практически, вот, например, наверное, в других регионах тоже еженедельно снимаем с базы данной информации, еженедельно заболеваемость, смертность движения. Мы можем и каждый день это делать, пожалуйста. Непонятно только для чего. Вот такие моменты, они, в общем-то, отвлекают. Хотелось бы более вплотную заниматься регистром. И полнота, и пополнение базы данных. Да, к сожалению, мы получаем информацию из первичных организаций, но сроки доставки, потому что протяженность региона 600-500 километров, первичную документацию никто не отменял. Мы можем вводить, у нас первичные онкокабинеты подключены к раковому регистру, но они имеют, как бы, доступ к справочной информации. Вводить туда данные мы, в общем-то, им не разрешаем, потому что извещение, протокол запущенности, но электронный документ, он еще не умеет свою такую юридическую силу. Поэтому приходится вести двойную работу. Проблемы решения, они представлены на слайде. Спасибо за внимание. Спасибо.